Знаменитый город Казань, столица республики Татарстан, третья столица России, один из важнейших научных, образовательных, экономических, политических, культурных и духовных центров не только по Волжье, но и всей страны. Она привлекает огромное количество туристов со всего мира. Елабуга – это один из старейших населенных пунктов Татарстана. История насчитывает более тысячи лет. Является городом с 1780 года. Сейчас его население – 74 тысячи человек. Входит в набережно-челнинскую агломерацию, до центра которой – города набережной Челны, где находится, в том числе, завод КамАЗ, всего около 30 километров. Между этими двумя городами постоянно перемещаются люди. Кому-то нужно приехать в командировку, или по учебе, кто-то навещает родных, или просто хочет посмотреть новые для себя земли, сходив на ту или иную экскурсию, причин может быть множество. В любом случае, добраться из Казани в Елабугу, не составляет труда. Многие интересуются, сколько точно КМ от Казани до Елабуги. На самом деле, если считать от центра до центра, то около 200 километров. По меркам нашей огромной страны, совсем немного. Единственная подходящая в данном случае дорога – это федеральная автотрасса М-7 «Волга». Движения по ней достаточно напряжанные, машин много. На участке от Казани до села Шали, за которым находится поворот на Чистополь, Алметьевск, Бугульму и так далее. Эта дорога имеет по две полосы в каждую сторону. Это очень удобно, так как снижается риск дорожно-транспортных происшествий, не нужно выходить на обгон. И мала вероятность, что со встречной полосы в лоб прилетит нерадивый водитель, который не убедился в безопасности маневра перед его началом. Правда, вместо разделительного барьера – лишь неширока травянистая зона. Далее М-7 становится обычной узкой, двухполоской. Четыре полосы вновь возвращаются после поворота на села Новый Артыш и Айдарова. Таким образом, общая продолжительность узкого участка составляет 45 километров, то есть, примерно, пятую часть от всего отрезка Казань-Елабуга. Перед поворотом на любой населенный пункт появляется дополнительная полоса, чтобы тот, кто желает уйти на второстепенную дорогу, мог спокойно это сделать, не мешая едущим сзади, а тот, кто, напротив, выезжает на главную, получил возможность для последующего набора скорости. Это реально повышает безопасность на дороге, так как часто бывает, что люди не желают чуть-чуть повременить и, думая, что проскочит, становятся виновниками серьезных ДТП с очень печальным исходом. Обратите внимание, удобно и то, что вся «населенка» находится в стороне, то есть, знаков дополнительного ограничения скорости нет, а, вдобавок, отсутствуют светофоры и наземные пешеходные переходы, они еще встречаются на федеральных трассах в нашей стране. К качеству покрытия претензий нет. Ровный асфальт, разметка, все как должно быть. Заправок не очень много, но они все же есть. Это как представители крупных сетей, Лукоил, Татнефтепродукт, Татнефть, так и одиночный АЗС, где, тем не менее, можно пополнить запасы топлива, включая газ. Кроме того, буквально на всем отрезке попадаются супермаркеты, например, в Богородском, за Казанью, автосервисы, шиномонтажи, отели и кафе. В общем, трасса вполне комфортная. Теплоход Казань-Самара-Казань добраться из Елабуги в Казань по железной дороге напрямую невозможно. Потому что ее вообще нет в Елабуге. Но вариант все же есть. Сначала нужно доехать из Казани в набережные Челны. Электричек на этом маршруте нет, а поезд только один. Он имеет номер 112М и сообщение Москва, Казанский вокзал, круглое поле. Отправляется со станции Казань-Пассажирская, вокзал Казань-1, что в самом центре города, у Казанского Кремля, в 13 часов 36 минут. Спустя 8 часов 10 минут, то есть, в 21 час 46 минут, состав прибывает в набережные Челны. Проезд обойдется ориентировочно в следующие суммы, сидячее место около 700 рублей, плацкарт около 1200, купе – 1800, св – 3800. Купить билет можно в любой кассе, либо на официальном сайте rjdrzd.ru, введя соответствующие данные в форму поиска. Теперь нужно перейти на автостанцию, проспект Мусы-Джалиля, 9, это буквально 50 метров от железнодорожного вокзала, и пересесть на автобус. Вообще-то сообщение этих двух городов налажено хорошо, но в столь поздний час уехать проблематично. Правда, есть рейсы в 23 часа 40 минут, 0 часов 30 минут, 0 часов 40 минут и 0 часов 50 минут. Проезд на них обойдется в 40-60 рублей. Обратите внимание, указанные рейсы – проходящие. Они не заезжают в Елабугу, а высадить пассажиров могут только на повороте на трассе М7, так четко указано в расписаниях. Далее придется идти пешком минимум 5 километров, это только до окраины Елабуги, не говоря уже о центре города, или же брать такси. Таким образом, доехать из Казани в Елабугу по железной дороге теоретически возможно, но практически невероятно долго и дорого. Теплоход «Казань-Москва» Казань автобусов, следующих из Казани в Елабугу, около 15 в день. Они отправляются с 7 до 21 часов достаточно часто, раз в час-два, причем, с двух автовокзалов, центрального на улице Девятаева, 1, и восточного, улица Аграрная, 8, возле станции метро горки. Нужные направления – набережные Челны, Пермь, Уфа, Мензелинск и некоторые другие. Километраж преодолевается за 3-4 часа, проезд обойдется примерно в 400-500 рублей. Важно, проходящие рейсы не заезжают в Елабужский центр города. Они останавливаются либо на повороте на трассе М7, либо, что лучше, у заправки «Татнефть» на набережно-челнинском шоссе. В любом случае, до Елабуги еще придется пройтись, поймать попутку, либо взять такси. На маршрутке Казань-Уфа-Казань на машины существует несколько компаний, Спутник, Трансфер, и другие, которые имеют лицензии такси, но де-факто занимаются регулярными перевозками по расписанию по маршруту Казань-Елабуга. Подвижной состав – минивены Hyundai H1, 7 пассажиров, универсалы Lada Largus, 6 пассажиров, а также легковые автомобили. Обещают даже предоставить билет. Места бронируются по телефону, а стоимость проезда с указанного места в Казани – обычно это Казан и железнодорожный вокзал, но нужно уточнять, до любой точки Елабуги составляет около 500 рублей. Можно попросить забрать в Казани с нужного адреса, тогда цена несколько вырастет. Можно воспользоваться и Блаблакаром. Поездок предлагается много, водители выезжают из Казани в разное время и дни. Так что, наверняка каждый сможет найти то отправление, которое удобно именно ему. За проезд просят около 250-350 рублей, то есть чуть дешевле, чем если ехать на официальном автобусе. Проблема в данном случае в том, что и здесь мало кому нужно именно в Елабугу, в основном все едут куда-то дальше. Поэтому, скорее всего, от поворота несколько километров также придется добираться самостоятельно. Либо договориться с водителем и, возможно, доплатить сверхуказанного некоторую сумму, чтобы он все да поехал через город, а не по трассе вокруг. На такси в среднем за поездку из Казани в Елабугу, если обращаться в одну из компаний, которые работают в легальном правовом поле, а не ловить машину, с бордюра, придется отдать минимум 3600 рублей. Если класс автомобиля, стандарт, компактные бюджетные машины российского производства, 5600 рублей, если компактвен, 7200, минивен и 10600, микроавтобус. Можно отыскать и более престижную машину, хоть BMW 7 серии, Audi A8 или Mercedes S-класса, но это, скорее всего, будет намного дороже. По правилам оплачивается только дорога в один конец, при этом за обратный путь в тот же день, как правило, предоставляется скидка 50%, это удобно, так как не придется искать обратных пассажиров для водителя, ведь их можно и не найти. Плюс придется заплатить за время ожидания в Елабуге. Таковые на данном маршруте Казань, Елабуга, отсутствуют. Есть, правда, теплоходы из Казани в Елабугу и далее, например, до Чистополя, но они выполняют исключительно круизные рейсы. Регулярки на этом направлении нет, это невыгодно. Обратите внимание, дорога из Казани в Елабугу на личном автомобиле будет, скорее всего, не сложным и даже приятным занятием. Во всяком случае, трасса М7 на данном участке этому способствует, несмотря на загруженность. Использовать для поездки железную дорогу в этом случае, абсолютно бессмысленно. На такой путь уйдет уйма времен и денег, да еще и пересаживаться придется. Официальные автобусы, вариант неплохой, да вот только очень неудобно, что они следуют без заезда в Елабугу. А от маршрута водителю отклоняться запрещено, даже за доплату. Ведь график, есть график. Поэтому на этом направлении оптимальным общественным транспортом будет именно маленькая маршрутка или универсал вроде Лады Ларгус, их водители и в саму Елабугу согласны заехать, и даже прямо к любому дому подкатить. Однако следует учитывать, что водители не приходят врача и каков их график работы, то есть. Сколько времени эти люди реально спят в погоне за деньгами, неизвестно.